Соединенные Штаты в очередной раз продемонстрировали, что это страна двойных стандартов. Американские власти в агрессивной форме воспрещают европейцам покупать самый грязный в мире газ, естественно, российский. При этом закрывают глаза на то, что Россия стала на их рынке вторым по объемам экспортерам продуктов низкой переработки нефти, скажем прямо, не самого экологичного сырья. Какова же изнанка этого фирменного лицемерия гегемона? Новоиспеченный министр энергетики США Дженнифер Гренхолм порадовала очередными откровениями относительно газопровода Северный поток-2. Он транспортирует самый грязный на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата. Интересно, нашего климата это чего конкретно, американского или общепланетарного. В связи с этой, якобы исходящей от российско-германского газопровода опасностью, чиновница предложила подумать о введении в отношении его новых санкций. Насколько оправданы нападки на Северный поток-2? Может, ну его, ради борьбы с глобальным потеплением, и прислушаемся к словам министра энергетики США. Эй, нет, сперва давайте посмотрим, кто такая Дженнифер Гренхолм, и насколько она компетентна рассуждать о подобных вещах. К энергетике эта мадам вообще не имеет никакого отношения, будучи по образованию юристом и политологом. Она построила карьеру в прокуратуре, а потом по линии демпартии стала первой женщиной-губернатором штата Мичиган. В этом ведущем автомобилестроительном регионе США она прославилась как активный лоббист интересов отрасли. Избрание президентом Джо Байдена открыло амбициозной чиновнице дорогу в самые высшие эшелоны власти страны. В общем, это профессиональная карьеристка, эксплуатирующая темы экологии и феминизма, у которой язык повернется сказать все, что от нее потребуется. А сказала она откровенную ерунду. Природный газ является одним из самых экологически чистых видов топлива, поскольку при его сгорании не образуется твердых вредных выбросов в атмосферу. При его добыче и последующей транспортировке потребителям применяются самые современные технологии. По оценкам независимых экспертов, углеродный след в пересчете на киловатт-час у Северного потока-2 почти в четыре раза меньше, чем у американского СПГ. Будь министр Гренхолм до конца честна, она бы признала, что это жиженый природный газ из США, является одним из самых экологически вредных. Во-первых, огромные претензии имеются к технологии его добычи из сланцев методом гидроразрыва пласта. При фрекинге грунтовые воды загрязняются токсичными химическими веществами, содержащимися в специальном гелевом растворе, закачиваемом в подземном пласт. Во-вторых, из-за особенностей технологии добычи такой газ обладает большим количеством примесей, чем природный, который поставляет по трубопроводам Газпром. В-третьих, вред окружающей среде причиняется и при транспортировке американского газа потребителям. Сперва его надо прокачать по трубе до побережья Мексиканского залива, там его надо подвергнуть процедуре жижения, а при этом тратится энергия, происходят потери газа. Затем, в танкерах СПГ необходимо переправить через океан, а эти огромные корабли идут, понятное дело, не на парусах и веслах. На приемном терминале СПГ еще надо регазифицировать, переведя в жидкое состояние, и после по трубопроводу перекачать заказчику. Вот и считайте, сколько при этом затрачивается энергии, сколько газа неизбежно подтекает, и каков будет совокупный углеродный след у американского газа. Ей-богу, уж лучше помалкивала бы на эту тему министр энергетики США Гренхолм. Но нет, европейцам покупать грязный российский газ Вашингтон хочет запретить, а вот свой СПГ навязать. Особый цинизм состоит в том, что при этом Соединенные Штаты непрерывно наращивают импорт не самых экологичных российских нефтепродуктов для собственных нужд. По данным все того же Министерства энергетики США, наша страна стала вторым по величине экспортером черного золота, отодвинув их главного ближневосточного союзника в лице Саудовской Аравии на третье место. Несмотря на санкционный режим, в 2020 году объем нефтяного экспорта из России вырос до максимумов с 2011 года. В марте 2021 года эта цифра составила 22,938 млн баррелей, впереди только соседняя с Соединенными Штатами Канада, поставившая 139,869 млн баррелей нефти и продуктов из нее. Почему мы акцентируем внимание на цинизме Вашингтона? Да потому что экспортируем мы в основном не сырую нефть, а темные продукты ее низкой переработки – высокозернистый мазут. На американских НПЗ, заточенных под переработку тяжелой венесуэльской нефти, низкокачественное российское сырье смешивается с легкой местной нефтью и идет на дальнейшую переработку. Избыток дешевого мазута в нашей стране объясняется спецификой устаревшей технологической структуры отечественных НПЗ. Можно легко представить, какой итоговый углеродный след у такого высокозернистого мазута. Однако это почему-то не мешает компаниям из США его закупать. Двойные американские стандарты во всей красе.